Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем проходить Аризен 3 И в прошлой серии мы с вами закончили почти что со всеми делами абсолютно И сейчас плывем уже, можно сказать, в завершение нашего приключения По квестам сейчас надо посмотреть вообще, куда мы там отправляемся Пристанище зла, это не то немножко ужас в глубину Он говорит, что сейчас опять нападет на меня, ну не знаю, попробуем Кстати, у меня еще какой-то уже квест выбран, я пока что понять не могу, что это А, ну остров черепа и выбран, все правильно, мы сейчас на него поплывем И поплывем, и плюс на нас нападет бон с прошлой серии Сказал, что опять готовится какое-то нападение существа страшного морского Поехали на остров черепа, это завершение всего Ну и не знаю, сколько мы там на этом черепе проведем времени Ну не думаю, что он такой большой, судя по размерам на карте Он так себе средненький Ну, я так понимаю, нужно освободить всех наших могущественных магов Которых мы так долго собирали, потому что этот некровод их похитил Ну и плюс с самим некроводом, конечно же, сразиться А вот эти гады подводные уже нападают Сейчас будем их по старинке разбирать Как и всегда, где-то сзади О, где-то сзади надо кружиться срочно Отплываем Это в тех степях Смотрите, под воду только прячется и ночью исчезает Ты знаешь, что левая Ага, все понятно, с ней справа Другую сторону, другую сторону крутим Ой, 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 на камне бы не нарваться, вон он, вон он, я его вижу уже. К нему, кстати, надо боком еще под этот раз. О-о-о, он не так сильно боком. Они с пушек стреляют, когда мы мимо проплываем, и сбоку тоже на руку не идет. Я вообще в первой своей морской схватке думал, что именно так, как мы и можем убивать. Я не думаю, что вот так вот можно прям прицеливаться. В какой-то момент последний только я уже это заметил. До этого я просто пытался сбоку заплывать каждый раз. Повыше надо стрелять. Что-то пушки не долетают. Реально не долетает пушка. Слабовато, слабовато. Плюем дальше, значит, за ним преследуем его. Кто-то там. Может быть, это как раз сбоку сейчас зайдем. Давайте залпим. Попали, что ли? Ах, тут вот. Успел. Ну, нормально, смотри, сколько здоровья. Может быть, зато заорать снял. Половину фактически? Да даже не фактически, а реально половину. Чуть-чуть побольше. Осталось. Сзади, говорит. Хорошо, понял. Сзади заплываем, значит, так. Опять заныривает. Всегда старается держаться под... О-о-о-о! Прошел мимо. Хорошо увильнулся. Смотрите. Я прям по-капитански уже умею это делать все. Истинный капитан. О-о-о! Опять скользко прошло. Смотрите, как хорошо я его... Вот так-то вот. Не возьмешь меня, подлая. Ага, это зацепило. Ага, это зацепило. На твоей стороне. Чего ты с пушек не стреляет? Нет, ничего. Могли быстрее. О-о-о! Таранит! Таранит! О-о-о-о! Сбоку с пушками сидят и не стреляют. Пока я целиться должен почему-то. Да она мне сейчас такими темпами разберет. Тарабль-то жалко. Ты понял, тварь. Ховоз тебе хоть попасть. В плавники. Чтобы плавать особо не смогла быстро. Да, серьезно, конечно, канитель. Такой бой и на жизнь у нас был. Ага, опять с обратной стороны. Постоянно пытается напасть на меня с пивом. Как не посмотришь, каждый раз. Именно со спины она чаще всего атакует. Ну и опять под воду ушла. Вот так вот они сражаются. Что-то появится. Шуба наведет. И под воду вновь. Долетит? Нет, не долетает. Слишком далеко. Надо выше впадать. Прям гораздо выше, наверное. Слишком далеко. Вообще не подрассчитаешь. Полет, траектория. Но то, кто быстро, сильно летит, то меньше гораздо. Ну, вроде в воздухе. Есть еще раз попал. Отлично! Настягаем ее. Большая охота фактически у нас тут. Рыбалка. По-моему, это даже последняя тварь. Которая вообще нет. Конечно, не факт, но по ощущениям, я думаю, это последняя. Что там у нас уже последняя тварь-то остается? Хорошо. Хорошо, зарядили. Ну и куда теперь-то делать? Все? Нет, в мальчике не сдается. И на два удара буквально. Ну, попробую-ка я их еще сделаю, эти два удара. Прям на меня идем. Есть. Ой, извините, кашляйся. Так, Санкош, не буду вырезать. Ладно уж. Обычно кашля вырезаю, если где-то появляется во время игры. Ну, здесь-то уж ладно. Ужас морских глубин выполнен. Обнаружено Остров Черепов. Я думал, Остров Черепа будет называться здесь именно Черепов. Нескольких, многих. Понятно. Очень все мрачно, но очень-очень красиво. Это не тот ли остров, на который приплывала стальная борода на этом корабле, зываемый, здоровым, призрачным? Похож очень на него. Так, кого бы взять с собой? Надо какого-то мощного. Прям мощного бойца брать. А да даже, наверное, не мощного, а более такого знающего Бонса бы я взял. Бонс вообще в этом всем разбирается очень хорошо. Кстати, они все, по-моему, уже ушли. Никого не вижу. Одни разведчики ходят. Смотрите-ка. Реально никого не осталось. Кто же разведчик? Куда сиделись? Удивительно. Ну и бог с ним. А, они уже вон там стены, наверное, стоят. Может, они уже спустились и внизу ходят, осматриваются. Да, точно. Они уже сами спустились и пошли. Ну ладно. Расслабьтесь. Будем сражаться. Будем сражаться. Боевочка. Чего он там орет? Будет жизнь. Насмерть и боевочка. У нас тут много боев. Один меньше? Отлично. Я думаю, это было все. Слушайте, где субтитры? Вы там давайте это. Общайтесь, конечно, это хорошо все, но нам-то покажите, что вы говорите. Хочу знать. Так, остров Черепов. Куда мне идти на нем? Как он выглядит? Ого, город какой-то здоровенный. Город. Ну, куда-то на север, через пещерки. Вот сюда мы придем. Пристанище зла. Как я и думал, небольшой-небольшой островочек. По-быстренькому мы с ним разберемся. Вообще здесь раз-два и все. И обчелся. Все пути, которые возможны здесь. Самое... Я не алхимик. Самое страшное это будет сейчас выбираться из него. Судя по всему, он тут такой запутанный. Непростой городец. Где тут выкат наверх? Черт его знает. Потому что здесь есть еще помимо просто обычных дорожек. Лестницы наверх. И может быть даже, кстати, выкат. Тоже через них и идет. Нет. Увы. Кстати, телепорты зато имеются. Вот телепорту мне пригодился сейчас. Где-нибудь его активировать, чтобы потом побыстрее... Я не думал, на этот раз не убережемся и быть на берегу. Я надеюсь, это был последний. Пускай нападает. Да, брали. Ну, капитан, ты поди на корабле, родился. Я горжусь, что смог услужить вам. Теперь вы просто взяли пиздец. Эм... Нет. Мы все еще живы. Все замечательно. Так держать. Это по мне. Ладно. Видимо, я правильно иду. Кейн тут же стоит. Интересно, а я тут пройду? Нет. Пускай они тут остаются, торчат. В принципе, я один там справлюсь. Хотя, какой один? Надо вообще всех собирать. А с поспутником, интересно, они со мной пойдут? Нет? Скоро все закончится. Мы позаботимся об этом. Эти гнусные отродья откусили больше, чем могут проживать. Скоро они не поймут, что этот мир никогда не будет принадлежать им, но цена может быть высока. Пойму точнее. Я не пользуюсь такими методами. Я рад. Надеюсь, мы выжимем, не принося жертву никого из нас. Но я готов пойти на это, если у нас не будет другого выхода. А ты? А разве тебе нечем заняться? Кажется, это было правильное решение назначить тебя командующим войсками. Мы узнаем об этом только после того, что все зависит от тебя, если ты не справишься с твоей задачей, все пропало. Значит, я один должен идти в любом случае. Понятно. Мы что-то быстро стали говорить, но начать помедленнее общались. Объясни мне свой план. Пробраться в самое сердце зла. Я уверен, что никого тоже знают о том, что мы здесь. Так что поторопись, найди свою душу и отправь этого демона обратно в преисподнюю. Я уверен, что мы найдем его в центре острова. Остальные займутся минионами. И нам доложили, что у теней на острове есть склады оружия. Я уже направил нем несколько человек, но мне нужно, чтобы ими кто-то командовал. В частности, мне нужен человек, который сможет захватить эти склады. А что с меня? Если с тобой что-то случится, мы пропали. Не волнуйся. Со мной все в порядке. Я не смогу остановить тебя, что бы ты ни делал. Я верю в тебя и считаю, что ты справишься. Я позабочусь за водохоружие. Два из них находятся на востоке. Если тебе нужна дополнительная информация, поговори. Рядом с одним из них есть мост, который необходимо удержать любой ценой. Еще два склада на севере, один на дальнем берегу острова, и один между двумя башнями и горами. Узнай, что происходит на всех четырех складах, но я не хочу слышать плохие новости. И не возвращайся, пока не обидишься в том, что все склады оружия на наших руках. Хорошо. Насколько безопасно в бухте для высадки? Безопасно? Здесь кругом опасность. Чтобы выжить, мы должны убить всех, кто встанет у нас на пути. И другого выхода нет, атаковать или погибнуть. Мы должны приселить охрану на постах. А потом что? Сидеть у костра и рассказывать байки? Мне никогда не удастся здесь по-настоящему что-то делать. Кто хочет защититься от опасности, должен сперва навести порядок в своем доме. Здесь неподалеку есть две башни. Эти твари не дают к ним пройти. Самое время надрать им задницу. Как он это до конца не договаривает, прям слышно, как американская речь тоже обрывается, то есть на полное слово. То быстро, очень что-то очень странное здесь. На этом острове и раньше такого не было. Почему ты и никто другой другой должен этим заниматься? Я собираюсь пробраться к бомбажным и перебитать всех. Следуй за мной, если хочешь. Давай, идем поохотимся на тени. Хорошо. Посмотрим, из чего сделаны эти отродья. За мной. Побежай. Я за вами. Грубо охотник на демонов, а мечи достают. Пойдем дальше. Вон они все. Уже здесь. Пойдем дальше. Ого. Ого, какие вы мощные, ребята. Офигеть. Опасная сводка. Еле справился с этим, надо сохраниться. Мощно, мощно, конечно, они даже стражника разобрали. Следуй за мной. По-моему. Да? Следуй. Что-то скажешь, да? Кейн. Я выдумал, что хуже, чем на Кавадоре быть не может. Выполнено. Отлично. В районе группы башни на Росклисте. Будем надеяться, они не придут в себя еще какое-то время. Возьми, можешь обработать этим свои раны. Отлично, Ром. Ну хорошо, мне надо дальше зачищать. Понабрали здесь, понимаешь ли. Пойдем. Сразу сюда, куда-то. С правой стороны от склада оружия миньонов. Прямо тут. Это первый из них. Так, их тут я смотрю. Судя по значкам на карте, их тут мало. Ну ничего, и черный. Необычный какой-то, да? А как у тебя попасть? Я их ненавижу за то, что у тебя вот так добегают. Такие быстрые вообще. Шустрые. Проближайся ко мне. Стой, где стоишь. Кости? Не буду с ним убрать их. Да, сложноватый остров будет. Я чувствую уже, чувствую это, что как чем-то в жареном начинает попахивать. Что-то прямо здесь вообще разруха, погибель полнейшая. Кругом сквашные враги. Здесь мне никто не рад. Здесь только кто-то хочет меня убить. Только кто-то желает мне избежать. Руди. Сидя, ты прорвался все-таки ко мне. Самые ненавистные создания-то упыри. А здесь они еще не простые упыри, а еще и черные вдобавок. Плюс еще их тут немало. Я смотрю. Те, кого больше всего ненавижу, здесь больше всего как раз. О, добрые пауки. Короче, тут все собрано. Вся нежек нечисть. Аризона, она вся в одном месте здесь. Ну, вон та башня, так понимаю, именно там этот склад первый находится. Скорее всего. Ну-ка. А, нет, через мостик подкрылить надо. Где-то тут. Да, и прям, ну вот прям где-то здесь. Прямо рядом. Ну, где-то за мостом, по-печески. Куда ведет, не ясно. Оказывается, прям сюда одно. Я ничего не чувствую. Может, он под землей где-нибудь, подо мной. Грей? В смысле? Просто так ходишь и разбуливаешься здесь. Так ни в чем не бывало такое. Плава, вон. Пойдем! Я думаю, что вы действительно можете убить таких огромных бомбов, да? Подвечимся. Грей, что-нибудь скажешь? Наконец-то, хоть кто-то пришел. Я думал, у нас забыли. Давай, пошли. Уйдем отсюда. Я только что сюда пришел. Что ты хочешь этим сказать? Значит, здесь не для того, чтобы отвезти меня в лагерь. Кейн, сэмми, посмотрите, что тут происходит. Что тут происходит? Что происходит? То все летит со всем чертям. Вот что происходит. Что ты здесь делаешь? Мы должны были охранять мост. Но произошла катастрофа. Я близко не подойду к этому месту. Говорю тебе, этот остров проклят. Ты что, прячешься? А что я еще по-твоему должен делать? От проклятого Повелителя Теней все мои товарищи погибли. А теперь я жду, когда он доберется до меня. Что случилось с остальными? Повелитель Теней забрал их тела и поработил их души. Теперь они охраняют мост, чем собственно и должны были заниматься мы. Но они не узнают меня. Они полностью подчиняются Повелителю Теней. Я бы мог попробовать убить Повелителя Теней, если бы не был так напуган. Я разберусь с Шадоу, лорд. Что? Что? Ты с ума сошел? Это самоубийство. Посмотрим. Можешь попробовать. Хочу дать тебе один совет. Если тебе действительно удастся победить Повелителя Теней, призраки должны исчезнуть вместе с ним. Наверное, так тебе будет легче. То есть нет смысла призраков бить, да? Понятно, значит. Как я не знаю, что можно обойти по узкой тропе. Если ты можешь отрасти крылья, может быть, ты удастся мимо них прокраситься. Я еще этого не пробовал, поэтому, честно говоря, я не знаю. Отпотрись вокруг, может, что-нибудь придумаешь. Понял. А какой мост? Куда? Где именно находится это? Крестик-то на нему теперь показывает. Вот этот мост. Да есть, наверное, этот здоровый мост. Куда нужно именно прийти? Вот в чем весь вопрос. А, вот они, эти призраки. Понял. То есть мне надо мимо них как-то... Ну, по идее, здесь можно вообще перелететь. Как он и сказал, я думаю, с помощью магии у меня же были, как там, попугай где-то. Попугай, давайте, наверное, сделаем вместо ножей. Все равно не пользуюсь. А так выгоднее будет, они на меня нападать не станут. Попугай, да попугай, подумаешь. Им вообще плевать, кто не слетает. Другой вопрос, где я найду его? По велителе теней, где он туда китает сам по себе. Там нет, где, наверное, в башне все-таки. Уйди, не вершайся. Не вершаетесь мне. Попугай летит. А, где-то на верху кто-то. Что-то машина на верху есть. Походу, да. А кто-то пытает. Судя по звукам. Судя по ощущениям. Блин, если я здесь перевоплощусь, то все, еще пропало. А, да, тут и залет. А, ну да, он здесь стоит. Ну все, хорошо. Они его пытают как раз. Ну, одного из этих ножков. Угу. Второй этап. Ого. Ух, это я чуть и подгадал. Ух, это ничего себе. Вот это техничное. Я этих всех облетел. С обратной стороны даже. Мне пришлось с ним на спадку поступать. Ну, как он мне и сказал, он может обойти, может перелететь. Сам придумай что-нибудь. Так, а сюда зачем заходить? Интересно, что там такое? Там вообще, чем-нибудь есть какой-нибудь квест. Ничего там нету. Ничего интересного, значит. О-о-о. Я не совсем позадерживаться не хочу. О-о-о. О-о-о. О-о. 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 Настырная такая, уже умирает и все равно прыгает. Такие злые вообще существа здесь. Кругом и везде, повсюду. О-о-о. О-о-о. И там мартышки. Может быть действительно тоже опять полететь. Короче. По-моему так самое безопасное. Чем всеми-то сражаться со всеми. Облечу я это все. Из этих пауков. Вонючих пускай. Колзай дальше. Я своей дорогой куда-нибудь. О-о-о. Да их тут много очень. Не зря я полетел все-таки. Единственный момент. Теперь я не знаю куда мне направляться. Потому что все-таки огнегард и ничего. Все исчезает. Так чисто наугад. Ну вот это башня, я так понимаю. Здесь эти призраки ходили. Да, он сказал, что призраки исчезнут. И правда, он не обманул. Ни одного призрака не осталось. Теперь мне надо лететь к этому пареньку. Наверное, с докладом сказать, что все хорошо здесь. Куда ты сюда, по-моему, пошел, если не ошибаюсь. О-о. Вот он. Слитгрейд. Готово все. Ты мой повелитель тени и больше никому не причинит вреда. Он мертв. Можно сказать и так. Возможно, призраки мои товарищи наконец обретут покой. Спасибо тебе. Наверное, теперь я смогу выполнить свое задание. Я буду охранять этот мост. Так и сделаю. А как насчет небольшой конкуренции? Я могу дать тебе немного золота. Прекрасно. Ну, хоть бы уж у меня отняли он на заяц. Я просто попросил у него золота. Слушай, может, леченки дашь? Давай вливать. Дешевая спиртная кровь, 25, да, восстанавливает. Я думаю, надо купить все 10, какие только есть. Провиант тоже, наверное, все куплю 20. В общем, действительно, скоро придется очень много этого всего использовать и кушать. Сейчас экономит вообще нет смысла никакого абсолютно. Так, надо, ребята, туда идти. Ничего себе их там сколько стоит. Нет, мне туда даже и не нужно. Мне сейчас вот сюда куда-то надо очередной сквад миньонов. И на севере еще один сквад оружия миньонов тут. А что он тут делает? Прямо где квестодатели, тут же прям один. А, ну они его уже, наверное, охраняют. Как бы, ну, там надо тоже какой-то квестик выполнить. Не ясно. Надо к нему идти, не надо. Не знаю, давайте просто, просто прямо. Не знаю, что там на юге, на этом, если бы он не туда идти, просто защищать этот остров, чтобы просто как бы перефекционистом, да, и чувствовать, что здесь никого не осталось. Всех победил, все зачищено. Только ради личного самоудовлетворения. Ну, это очень странно. Хотя, с другой стороны, может потом какой-нибудь квеста появится. Может, потом куда отправят. Тут же часто такое бывает. Вот здесь поговорил, да, в одной зоне все выполнил. Потом раз, тебя вот в другую часть острова. Нет, что-нибудь да находится там раньше времени, поэтому туда выше не заходить. Может, что-нибудь принести оттуда, найти черные упыри. Ага, здесь я с ними сражался. Так, сейчас проходим в туннель и сразу заворачиваем направо. Ну, точнее, не туннель, а таки, как сказать, проход арка. Только не искусственно созданная, а природная. Какой-то здоровый храм. И, скорее всего, там этот некровод и сидит, подонок. Обосновался он в большой здоровой крепости. И ведь я его привел в этот мир. Кто бы мог подумать. О, гончий. Не, ну, гончий, в принципе, быстро разбираются. Они слабоваты для меня. Вот, повелители теней, это другое дело. Ну, големы тоже, кстати, непростые. Он ходит один, уже вижу. Лавовые тоже. Его надо выбрать, в этом случае, наверное. Он не должен вот так пройти. Опять долго так... Ну, срабатывает. Перелет, давай быстрее. Кабиатуру прям можно обломать. Чтоб сработало. Разочек зацепил. Успел, умудрился как-то... Как-то это сделать. Так, в этот разлом, в этот проход мне похуже и нужно идти. Да, здоровая все, как будто булькает все, полыхает. И здесь очередной стоит. И, видимо, тоже у него скажешь сейчас. Я не хочу туда идти, они здесь и такие-то. Черт, где остальные? А где все остальные? Что? Мне нужна подмога. Ну, точно, я таки думал. Эх, ладно. Кейн, я послал Кейн. Я должен позаботиться о плодах с оружием. Это замечательно. Но я ждал большого количества людей. Этих проклятых теней слишком много. Что ты собираешься делать? Уничтожи теней. А что же еще? В едином случае, разве я попросил прислать подкрепление? Попринежи. Ладно, ладно, это просто сказывается напряжением, сэр. Я был не один на задании. Мне помогал Фокклор. Но мне с самого начала показалось, что что-то с ним не так. Могущественный маг, занимавшийся темными искусствами, подвершийся постоянному воздействию теней. Это не могло хорошо закончиться. Что случилось? Фокклор совсем свихнулся. Он одним ударом убил всех теней, и наших людей заодно. И на пушечный выстрел не подойду к этому придурку. Если тебе так хочется, можешь сам попадать в счастье. Я разберусь с Фокклором. Давай, если ты считаешь, что сможешь привести его в чувства. Но даже не думай убивать его. Он нес какую-то чушь о том, что его защищает Дуфик, говорил, что он неуязвим. Ясно. Не убивать, а разобраться. Интересно, ага, ну, наверное, с помощью диалогов. А вот он, походу, он и сидит. Интересно, что я с тобой должен сделать. Ну, давайте сохранимся, я че-то боюсь. Ты пришел помочь мне? Помочь? Разве ты не слышишь, как непрерывно бьют барабаны? Они бьют барабаны. Духи, они бьют барабаны в моей голове. Ты можешь мне помочь, эти бедняги? Не смогли этого сделать. Такс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Мне нельзя помочь. Шанс был упущен уже очень давно. Барабаны бьют и причиняют мне боль. Заставьте их замолчать. Как я могу помочь тебе? Неужели ты их не слышишь? Барабаны. Они бьют и бьют. Война проиграна. Нам нужно перейти на другую сторону. Обою не на той стороне. Красноречия, я не знаю, у меня... 50 хватает или нет, сколько у меня? Ну, по-моему, 30, по-моему, не хватит. Ах, хорошо, такс, тогда просто спросим. Ну-ка, попробую. Мы не обладаем, понятно все. Ты хочешь присоединиться к теням? Что? Нет, возможно. Я не уверен. К тени, они бьют барабаны. Разве эти барабаны не символизируют непредалимую силу теней? Ах, странно. Так. Они бьют. Это, несмотря с какой точки зрения. Посмотри, они считают, что это вы оскверняете землю. И я тоже начинаю так думать. Барабаны открыли мне эту истину. Скоро ты услышишь бой барабанов. Пригадь ко всяк смерти. Я буду закончить тебя. Да. Спугнул. Надо еще по-другому. И нет, я не хочу. Я хочу всем хорошо это все завершить. Ну, кайки сюда. Ты пришел помочь? Да-да-да-да. Сейчас я эти самые диалоги выберу. Пришел помочь. Ага. Душу даю даже. Хорошо. По-моему, вот на этом месте. Ты хочешь присоединиться к теме? Спрашивай. Да? Такс, вот здесь. Может быть, попробуй не обращать на них внимания. Но мне больно. И я... И я. Они здесь. Я слышу эхо. Я не могу не обращать на них внимания. Они бьют слишком громко. Тебе нужна помощь. Что? Нет. Не за что. А что, если барабаны убьют их? Я больше не хочу никому причинять вред. Опять страшно, слушайте. Да, хорошо. Я буду насторожен. Ничего не случится. Ты это сделаешь? Хорошо. Я пойду в лагерь и я... Помогите. Что? Что это? Барабаны. Они бьют. Все громче. О, магин. Быстро разбирает. Макси Леон. Они сильнее меня. Я так хотим на длина. Я еще сильнее. Золото сколько дают. Ничего себе. Просто золото прямо. Уфу Ридер. Тоже золото имею. Хорошо, с еще одной башней разобрались. Смотрите-ка. Пока что идет нормально все. Надо смотреть, куда теперь. Один ушел, второй ушел. Кстати, это просто, наверное, пришел Джейк. Да, точно. Это Джейк вернулся. Теперь Нерон сюда же придет. Я-то думал, что это за крестик? Что он делает здесь? Да, точно. Это же просто солдаты именно помечаются здесь. Другой вопрос. Как теперь мне туда пробраться? Ничего себе здесь какие схемы-то. Все запутанное. Как-то надо туда пройти. Каким образом? Но если так посмотреть, либо вот здесь по мостикам можно как-то... Хотя, с другой стороны, что-то его знает. Если я здесь пойду, так перейду. Сойду в пещеру, выйду здесь. Вот так пройти. Долгий путь предстоит. Можно, конечно, по этой стороне пройти тоже. Кстати, отсюда, по-моему, даже попроще будет. Вот так вот. Раз, раз, раз. Сюда обошел. И все это на месте. Я, наверное, так и сделаю. Короче, иду в обратную сторону. Практически туда же, откуда я и пришел. Сейчас там, тем более, этих призраков нет. Клокор, уху, достали тебе неприятности. Я хочу взглянуть на этот склад с оружием. Вот, я нашел вот одного из миньонов. Тебе нужно что-нибудь еще? Чему ты можешь меня научить? Немногому. Непробиваемость. Покажи мне, как обработать огнестрельные рады. Ладно. Такс, это что у нас неразрубаемость. Покажи мне, как повысить выдастся в ближнем бою. Ладно. Просто сопротивление может быть. Огонь и лед, чума проклятия вам увеличивают навык сопротивления на 10 единиц. Я пока не достаточно хорош. Жаль, жаль, жаль. Лекарь, по-моему, тоже нет. Во, боевой маг магия строится в ваших жилах. Вы можете включать в свои комбинации дополнительную атаку. Ничего себе. В смысле? Как это работает, интересно. После использования магии вы восстанавливаетесь быстрее других, а время перезарядки заклинаний уменьшается. Вот это тоже классно. Ничего себе. Я реально не так хорошо. Я бы хотел быть лучше комбатного магия. Окей. Ладно. Все, прощай тогда. Ну, хоть немножко прокачался какие-то там навыки, все равно полезно будет в любом случае. Не знаю, как это комбинация, это вот как раз то, что я вот тут делаю, когда вот так вот сражаюсь. Это сильный удар. Не знаю, может быть, действительно будут появляться какие-то дополнительные третьи удары. Было бы неплохо. Так, это еще что за пещера? Стоит ли сюда идти? По-моему... А, смотрите, не зря заглянул. Здесь какой-то секретик. Слишком сложно. Ну да, это явно не по мне. Пройду ли я отсюда? Ну, я думаю, что вот этот путь, который я избрал здесь, в данный момент, вот сейчас как я обхожу, мне кажется, что он гораздо легче, быстрее и проще, чем вот так вот дойти, чем вот здесь где-то петлять, непонятно где вообще-то вот это, потому что река, лава, и черт его знает, как через нее перебираться. Ну, допустим, здесь я пройду дальше, что здесь никуда, не пройдешь. Здесь тоже какие-то места. Поэтому, наверное, все-таки лучше действительно тем путем, которым я сейчас пошел. То есть не зря. Ну, куда-то в эту арку, по-моему. А на карте смотришь, так вроде такая маленькая, все под боком, все близко, а начинаешь сам бегать, и понимаешь, что да, масштаб все-таки не такой уж и мелкий. Все такое здоровое, какого-то становится. Еще и сохранение. Отлично. Кстати, там это, букашки-сети остались. До сих пор там. Так, надо ли мне сюда перебираться? А вот в чем весь вопрос. Может быть зря я это делаю. Мне надо на вот этот мостик попасть. Как же я к нему подходил? Как-то я к нему подходил, мы с ним общались, он там до сих пор сидит, грейт-т. Как-то я вот так... Я ж был рядом с ним. Так что еще не помню, как я подошел. Если ты посмотри, там везде есть лава. А, ну вон он костер, его все правильно значит. Да. Здесь он сидел. Интересно, куда он все сделался? Почему его в этом месте не было? Это вообще уже в другую сторону идет. Мне как-то надо через лаву перебраться. Мне вот сюда надо. Грей. Как ты там сидишь? А, так он находится возле этой башни. Мне вообще надо к башне. Он туда? Он там что ли засел? Понятно. Подъезжали тогда. И вообще в другую степь уже начал удаляться. Вот он стоит, собрай. Ну, грей, привет. Мы вновь встретились. И теперь уже от башни вон туда. Так, все, и прямым ходом прямая дорога, да, и доведет до последнего склада. Я думаю, сегодня надо их завершить. Все эти склады добить. Раз я уже с ними связался. Что, уже бежишь, да? Призвучай, ну, там, черная. Пещеры, иди, и что ты здесь налетаешь? Заблудилась? Кстати, вон этот склад даже отсюда уже видно. Вдалеке. Вот какая же башня, как это. Иди, иди сюда. Комбо не дают мне сделать. Которая там учительная. Прицелы, короче, надо бить, и не это, и не выхендриваться. Я не придумывал здесь какие-то сложные эти пируэты выстраивать, опять же. Все-таки враги гораздо быстрее бьют всегда. Очень-очень быстро бьют. Мы все время заторможены. Еще бы ты ни делал, как бы, каким бы боем ты ни бил, всегда все равно соперник окажется быстрее. Драконов кусать ненавижу. Мне тоже очень жестко. Пока дойдет, умрет. Ладно, разобрался с ним заранее. Главное, не подпускать на себе слишком близко. А тогда проблемы не будут. Тоже не дойдет. 200 смолы дают зато. Как много. Казалось бы. Это какой-то дракончик. Я таких, что на начальных локациях видел в самом начале. Так, через воду-то я хоть проплыву. Как-то мы плавать имеем. Вроде да. Кстати, когда плавает, магия убирает. Не, ну это логично в принципе, правильно сделано. Но, как раз, с другой стороны, если она у меня была включена при входе в воду, можно было бы ее обратно активировать автоматически и там выходом. Почему бы не? То есть, как бы, герой-то должен запоминать, что у меня магия всегда в руках. Что, если ты убрал, то надо будет гобара-братом поставить. Отлично. Замечательно. Сюда можно будет быстро переноситься. Надо было в лагере, в самом начальном, кстати, найти портал. Наверняка там тоже есть, чтобы по-быстрому туда уже вернуться. Когда это пригодится мне. Как он меня задел? Я специально отлетел. Чтоб он мне не коснулся. И он умудрился менять. Переносишься вроде далеко от него, и он тебя все равно бьет. Как он успевает тоже так же. Он прыгает в ту сторону, куда ты полетел. Я уже давно про это говорил. Это очень странно. Откуда он знает, в какую сторону буду перемещаться? Когда я исчез. Откуда он знает, что именно там и поеду здесь? Я же просто и рассмотрелся воздух, и я могу появиться в любой стороне вообще. То есть, разница нет. Ну, тем не менее, он появляется именно там, куда я и направился. Оружие теней, брать, не брать, да, наверное, в принципе, уже торговлей-то и заниматься не буду. Но я, может быть, еще провянтика бы прикупил. Ох ты! Вот этого я знаю. Если мне кажется, что жесткая тварь, жесткая тварь. Помню, толкой целобили его. Одолеть не могли. Смотрите, вот он летит за мной. Он реально летит в ту сторону, куда я переправиться пытаюсь. Это вообще нечестно. О, уйди отсюда. Ты пришла. Гонщина, отсюда-то здесь залез. Еще одна штука? А, это этот уже. Ну, нифига у вас, только на правой сиденье. Вот это сорвало. Чур, блин. Кстати, у нас тут с перезарядкой реально гораздо быстрее стало. Ничего себе, я уже могу восстанавливаться. Теперь мне вообще ничего не страшного. Перезарядку прокачал и прям довольно. Очень довольно. Ощутимое усиление. В отличие от всех других, которые до этого были. Кстати, вот по поводу ранения, интересно. Нет, было написано, что в ближнем бою там от всяких разных топоров, мечей. А когти как квалифицируются, интересно. О них тоже относятся к этому ближнему оружию ближнего боя. Ты кто? Ух ты. Здесь-то это баригены, что ли? Капо-Гучо. Этот остров проклят. Слуги магов и Тонка умирают. Здесь злой дух. Очень опасный. Меня прислал Кейн. Я должен принять, что придет на складе с оружием. Не хорошо. Он был дух поселился на складе с оружием. С ним слишком опасно связываться. Для Тонка ты чем-то обучен. Чи, копья, которые не убивают красные реки, которые пожирают камни. Здесь все нехорошо, Кучо. Предки не улыбаются мне. Мы расплачиваемся кровью за свою работу. Что ты говоришь? Чи, Такила гордый воин, но он не оправдал ожидания, Кучо. Задание — захватить свое сооружение на севере. Но злой дух забрал жизни Тонка и Кучо. Ни одно оружие не причиняет ему бреда. Я разберусь, призраком. Оно, ты можешь погибнуть, а призрак — нет. Тебе понадобится помощь, Кучо. Кто может рассказать мне о духах? Этот призрак не такой, как предки Кила. Ты должен поговорить с чаком охотников на демонов. Ты найдешь его внизу у причала. Да, я знаю его. Я как бы сам уже в одном шаге от него. Как бы стать таковым, таким рангом. Как бы я тебя еще кто-нибудь слышал? Чи, Кучо, сердце которого пожирал страх. Слабая душа в слабом теле. Но Такила не знает его имя. Его следы ведут на юг. Понял. Ага, по простому значнику получится здесь. Надо узнать информацию. У нашего этого на причале это самое начало идти. Может быть отсюда можно как-то обойти это все. Ну-ка. Что там такое? А, нет. Ну, скорее всего, это и есть этот склад. Но мне нужно возвращаться, получается, аж вот сюда. И здесь даже у меня нету, как его называют. Здесь можно вернуться на корабле. Из корабля припуть. Я так, наверное, сделаю. Обман такой, знаете. К пляжу, да. Вот и все, я в лагере. Смотрите, как я быстро тут ситуацию решил. Вот он он. У меня есть несколько вопросов. Быстрее, я занят. Как я могу ослабить призрака? Вопросы, вопросы. У тебя есть медь с семи ветров? Нет. Эликсир вечных мок? Нет. Скажи мне, какой смысл получил из моря, если у тебя нет ничего, кроме рома? Я ворьер, а не какой-то там, кто тебя ждал. Хорошо. Тогда обратимся к старым методам. Наши предки носили защитные амулеты. Странники между мирами вынуждены были общаться с обладателями амулета. Странники между мирами? Призраки. Демоны. Называй, как хочешь. Демоны, зеркал, защитные амулеты. Если тебе амулеты достался по наследству, значит тебе не повезло. Как он не дал мой отец, а ему его отец. А сколько для такого мотивового разбойника, как ты? 400 золотых. По поводу твоего амулета. Вот золото. Человек всегда должен держать свое золото, а я свое содержу. Держи. Я хочу продолжить. Продолжай. Мы сейчас контролем на востоке, в наших руках. Мы должны удержать мост, это наша главная задача. Я пошли туда ищу людей. Мы не должны потерять мост. Парирование, рубежное оружие, так себе все это. Мастер-фехтар. Парирование, в общем, сражаться на этих обычных. Вот, рунная магия. Вот это интересно. Вам всегда легко давалось учение рун, и они всегда отдавали вам свое всего. Ваш навык рунная магия увеличивается на 10. Интересно, что это дает мне тогда? Я не достаточно хорош, понятно. Угу. Что еще есть? Вот охотник, это что? Удвает вайт вайш шанс нанести критический удар большому противнику класса. Я бы хотел научиться драться против крупных врагов. Конечно. Критический удар просто что ли? Ну-ка, отработайте удар, поражающий врагов. Самые уязвимые места. Вероятность нанести критического удара увеличивается на 10 дней за каждый уровень. Интересно, это на любом вообще? Или только вот этим оружием? В иномности дополнительно он в бою против нежити. Тоже хорошо, по-моему. Учитывай мне, как инфликтировать больше уничтожения на нежных человек. Хорошо? Ну-ка, вы можете лечиться, пытаясь сырым мясом. Ох ты, ну это противно. Рунная магия. Вот критический удар, я не знаю, работает он. Дальний бой 15. Это, наверное, все-таки для того, чтобы не магией, а вот именно так стрелять. Ну, не знаю, прокачать что ли? Мне бы хотелось на больше критических ударов. Конечно, сейчас. Надеюсь, на магию тоже работает. Ну и ладно, бог с тобой. Так, ну все, давайте тогда на этом закончим. Я думаю, мы сейчас призрака по-быстрому придем, убьем. А оказывается, тут видите, какая загвоздка амулет. Какие-то дополнительные какие-то танцы с бубнами. Ну и сейчас я упакован. В следующую серию мы по-быстрому туда перенесемся. Через портальчик убьем. Ну и пойдем дальше выполнять все эти задачи, которые здесь у нас стоят перед нами. Будем искать. Будем искать этого предателя. Точнее, не предателя. Предателя мы уже убили. Убили, наказали. Будем искать этого мага, точнее, да. Некролота, который нашими же руками сделал все, чтобы прийти в наш мир. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok